Айфон 5S Комплектация у всех устройств идентична. Документация, шпилька, наклейки, адаптер питания, лайтнинг кабель и гарнитура E-Pods. Отдельно хотелось бы отметить достойное звучание наушников, а также лайтнинг коннектор, который по совокупности отказу устойчивости, удобства в использовании и компактности, субъективно является лучшим из применяемых в смартфонах решений. Сравнение самих гаджетов начнем с их корпусов. Внешность iPhone 5 и 5S схожа. Смартфоны преимущественно выполнены из алюминиевого сплава. Подавляющая часть корпуса анодирована, чистый алюминий поблескивает только на снятых по краям фасках, логотипе и маркировках на тыльной панели. Также сзади можно обнаружить вставки, которые выполнены из закаленного стекла. Из него же изготовлена и вся лицевая панель. Но идентичными корпуса назвать нельзя. На это есть несколько причин. Первое, что бросается в глаза цвет. Оба цветовых решения являются темными в своей линейке. Только iPhone 5 черный, а 5S серый или как его называют Apple Space Gray. Эска в данной ситуации выигрыша, так как в отличие от черной краски тонировка не лишает ни полированного, ни анодированного алюминия его естественной красоты. И к тому же не должна облазить в отличие от черной краски iPhone 5. С другой же стороны есть категория людей, которые предпочитают пользоваться исключительно черными смартфонами. Для них пятерка явный фаворит. Также, судя по отзывам, в более поздних моделях краска держится гораздо лучше, так что проблемой облезания можно пренебречь. Также в новом смартфоне повысилась точность подгонки элементов. К примеру, исчезли зазоры между корпусом и механическими кнопками на торцах, что было актуально для пятерки. Сами же кнопки стали чуть тоже нажиматься и кликают более уверенно, что вселяет надежду в более длительный ресурс механический клавиш, которым, к сожалению, не мог похвастать iPhone 5. Большинство элементов управления у всех девайсов находятся на привычных для iPhone местах, разве что у 5S вспышка сдвоенная и есть сканер отпечатков пальцев, спаренный с кнопкой Home. Корпус 5C практически полностью отличается от дюралевой парочки. Он выполнен из поликарбоната и армирован стальным каркасом для повышения жесткости. Корпус имеет единый по всему объему цвет, поэтому царапины на нем практически не видны. 5C на 20 грамм тяжелее вышеупомянутых братьев, поэтому оставляет ощущение более надежного и прочного девайса, что на самом деле так и доказано дроп-тестами. С эргономикой у всех девайсов проблем нет, все элементы управления находятся на своих местах. Отдельное спасибо Apple за механический переключатель беззвучного режима. К недостаткам я бы отнес не самое однозначное расположение гнезда миниджек, о чем мы уже подробно говорили в обзорах iPhone 5C и 5S. Субъективно мне больше всего понравился 5C, так как его округлый пластиковый корпус в руке лежит получше угловатого алюминиевого. Также поликарбонат более практичен в быту, так как лучше отрабатывает механические повреждения. Если же говорить в целом, то у каждого материала есть свои достоинства и недостатки, поэтому назвать единогласного победителя здесь нельзя. Каждый найдет себе что-нибудь свое. Дисплей всех трех гаджетов идентичны, мы как-то даже начали их сравнивать, но поняли, что это бессмысленно. Диагональ каждого 4 дюйма, разрешение 640х1136, плотность пикселей 325 ppi. Углы обзора, цветопередача и диапазон яркости всех экранов близки к идеалу. Аппаратная платформа у iPhone 5 и 5C состоит из двухъядерного процессора Apple A6, работающего на частоте 1,3 ГГц, в виде ускорителя PowerVR SGX543 MP3 и 1 ГБ ОЗУ. Оба смартфона доступны 16 и 32 ГБ встроенной памяти. Для iPhone 5 также доступен вариант на 64 ГБ. В iPhone 5s пашет 64-разрядный двухъядерный процессор Apple A7, дактовая частота которого составляет 1,3 ГГц, информацию датчиков обрабатывает модуль M7, а видео жует PowerVR G6430, оперативки 1 ГБ, встроенной памяти 16,32 или 64 ГБ на выбор пользователя. Одним из аппаратных превосходств iPhone 5s является сканер отпечатков пальцев Touch ID, который повышает безопасность, аутентификация и упрощает жизнь. Более подробно о нем мы рассказывали в обзоре iPhone 5s. Производительность железа очень высокая, что доказывает результаты синтетических тестов. К примеру, тот же мультиплатформенный 3D Mark наградил 5s баллами, аналогичными Android флагману LG G2, тогда как показатели на 5 и 5C гораздо ниже. Синтетика это хорошо, но работа в реальных нагрузках куда важнее. Одним из главных показателей производительности системы является игры. В этом плане все испытуемые круты, так как без проблем тянут современные требовательные игры на самых высоких настройках графики. С более простыми приложениями или интерфейсом проблем и подалны ни у кого нет. По сути это значит лишь одно. Производительности iPhone 5 и 5C с головой достаточно на данный момент, а вот дальнее будущее весьма туманно, в то время как запас мощности iPhone 5s просто огромен, и его хватит как минимум еще на пару лет. Несмотря на различные емкости аккумуляторов, автономность девайса находится на приблизительно одинаковом уровне, около двух дней плюс-минус пару часов в среднем рабочем режиме. С нагревом же ситуация иная. Так как железо в 5 и 5C схожее, то и греются они одинаково слабо. Даже при длительном гейминге корпус нагревается незначительно, причем пластик кажется менее горячим благодаря невысокой теплоотдаче. Тогда как 5s нагревается существенно сильнее, стово-теплым даже в примитивных задачах типа камеры или браузера. В играх же нагрев настолько ярко выражен, что создает ощутимый дискомфорт. Звучание в наушниках у всех девайсов одинаковое, хорошее, но как для 2013 года уже не блестящее. Качество звука динамика iPhone 5 гораздо ниже, чем у 5s и 5c. Хотя если использовать его в качестве будильника, то это скорее всего достоинство. В других же случаях это явный недостаток, так как даже приятный мелодичный рингтон на этом девайсе звучит довольно противно. В противовес этому стоит отметить, что iPhone 5 единственный из тройки является обладателем FM-приемника, что для многих пользователей очень важно. Работа модулей связи в новых моделях стала немного лучше по сравнению с iPhone 5, но идеально ее до сих пор назвать нельзя. Даже мой древний Nitro HD теряет связь реже и лучше ищет точки доступа Wi-Fi. Камера в iPhone 5s однозначно лучшей решении, которые были установлены в 5 и 5c. Оптика более светосильная, что позволяет сенсору получать больше света и повышает качество снимков, сделанных в условии плохого освещения, к примеру вечером. Несмотря на то, что вспышка теперь сдвоенная и состоит из диодов с теплым и холодным светом, в полной темноте объект освещается не намного лучше. Разницы в свете также обнаружено не было. В условии хорошего освещения при любом жанре фото картинка полученная на трех аппаратах отличается несущественно, но тем не менее в контровом свете iPhone 5 и 5c портят картину характерными малиновыми засветами, что порой мешает сделать интересные HDR снимки. 5s этого недостатка лишен. Серийная съемка ему дается намного лучше, да и частота кадров гораздо выше, чем у младших моделей, спасибо мощному процессору. Отдельно я бы отметил высокое качество склейки панорам на всех айфонах. Подобного уровня до сих пор не удалось достичь большинству устройств на других операционных системах. Качество съемки видео у iPhone 5s выше, чем у младших собратьев, но критичным разрыв назвать нельзя. Также новый iPhone позволяет снимать видео с частотой кадров 120 fps в 720p, что дает фантазии оператора еще большую свободу. Полноразмерные примеры фото и видео доступны по ссылкам из описания к этому видео обзору. Программная составляющая iPhone 5 была представлена iOS 6.1.4, но сравнивать разные смартфоны одного производителя на разных версиях операционной системы бессмысленно и беспощадно, поэтому мы обновили все девайсы до 7.03. Плавность работы системы по сравнению с первыми версиями семерки существенно возросла. Теперь разницы в работе интерфейса на всех трех устройствах просто нет. А вот на стабильность работы системы обновление судя по всему не повлияло, так как 5s до сих пор ребутится и зависает, когда ему вздумается раз даже выключился просто лежа на столе. Хорошо, что подобные сбои происходят не чаще, чем раз в пару дней. К слову, менее производительные братцы не опечаливают ситуацию подобными глюками, мешающими выполнять текущие задачи. Подводя горизонтальную черту, начнем с цены. 16-гигабайтная версия iPhone 5C в Украине стоит 4,5 тысячи гривен, тогда как аналогичный iPhone 5 – 5,5 тысяч гривен. iPhone 5s с накопителем на 16 гигабайт обойдется вам в 6,5 тысяч гривен. При этом получается, что покупку iPhone 5 на 16 гигабайт можно заменить 5C на 32 гигабайта, а iPhone 5s на 16 гигабайт стоит приблизительно столько же, сколько и iPhone 5 на 64 гигабайта. iPhone 5s при самой низкой цене является доступнейшим из актуальных iOS смартфонов, так как хорошо работает в данный момент, и я сомневаюсь, что в течение года что-то изменится. Также на его стороне эргономичный поликарбонатный корпус, который в быту себя проявляет во многом лучше аналогов, выполненных из алюминиевых сплавов. iPhone 5 находится посередине как по ценовому признаку, так и по логике вещей, ведь он совмещает в себе относительно доступный ценник и солидный алюминиевый корпус, который по достоинству оценят любители премиальных вещей. Также он имеет в своем арсенале FM-радио, которым остальные похвастать не могут. Как и предыдущий глянцевый красавец, устройство не обладает сверхмощным железом, но его производительности на данный момент достаточно, и оно может удовлетворить потребности даже заядлых игроманов. Единственной жертвой экономии может стать разве что камера, которая ловит артефакты в контровом свете, но сама по себе довольно неплохая. iPhone 5s является верхней ступенью среди конкурсантов. Помимо нового элегантного цветового решения, устройство также обладает ультрасовременным железом на базе 64-разрядного процессора. Толку от этого железа пока что немного, так как работает оно не лучше прошлогоднего, дико греется, и к тому же сбои из-за кривоватой оптимизации пока что не редкость. Но программные ляпы скоро исправят, а работу камня оптимизируют, и в таком случае железо обеспечит устройству еще как минимум несколько лет уверенной актуальности, что нельзя не учесть. Также стоит учитывать и камеру, которая намного лучше решений, применяемых в iPhone 5 и 5C. Многим понравится Touch ID, который совмещает в себе безопасность и простоту в одном техническом решении. Если учесть все вышесказанное, то становится понятно, что ценник весьма оправданный, ведь покупая девайс за такие деньги, рассчитываешь как минимум на пару лет верной службы, а 5s в этом плане не должен разочаровать. Хотите больше узнать об этих гаджетах, смотрите обзоры у нас на канале, или переходите на наш сайт, там доступны более расширенные текстовые версии. Редакция EFERUM.COM благодарит магазин Manzano.ua за предоставленные на тест iPhone 5, 5C и 5S. Это было видео на сайте EFERUM.COM. Мы ждем ваших пальцев вверх, подписок на канал, а также в гости на нашем сайте и в группах социальных сетей. Всем спасибо за просмотр, пока! И узнаем, насколько оправдана покупка iPhone 5S и то, чего лишатся те, кто купит более бюджетный iPhone 5C. А также рассмотрим достоинства младшего аппарата над старшими. О! На стабильность, судя по всему, обновление не повлияло, так как 5S до сих пор зависает и ребутится, когда ему вздумается. Раз даже выключился, просто лежа на столе. Радует, что подобные сбои случаются не раже... Не раже. Программная часть iPhone 5 была представлена Android 6.1.4. Да, Android. Что я там должен был вначале говорить? А вот на стабильность работы системы... Сейчас я его включу. Мы таки запишем.